Часто спрашивают, чем так хорош Linux и почему его стоит выбрать в качестве основного дистрибутива для программиста или даже любого айтишника. И ответ, конечно же, в слове кастомизация. И сегодня я покажу вам один из сетапов, который я планирую использовать для записи обучающих роликов по языку C, по дезассимулированному представлению программ. Я надеюсь, вы оцените удобство этого сетапа и если вам интересно, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Первым делом давайте избавимся от стандартного wallpaper и поставим что-то свое. Ну, например, официальный фон рабочего стола канала Sawyer. Затем одной командой установим буквально все зависимости, которые нам понадобятся для настройки терминала. И это одна из замечательных вещей в Linux, что прямо из командной строки всего лишь одной командой можно поставить что угодно максимально быстро и просто. После установки необходимо настроить внешний вид терминала. Если вы хотите, чтобы было все прямо как у меня, то смотрите на экран. Первым делом настраиваем шрифт, его размер. Далее переходим к цветовой схеме. Вы видите ее название тоже на своем экране. Потом я люблю, чтобы фон был слегка прозрачным, поэтому я выставляю прозрачность где-то в районе 90%. Ну и в конце я правлю цветовое пространство, потому что есть один темно-синий цвет, который мне не нравится. Я предпочитаю делать его светло-фиолетовым. Это выглядит намного приятнее. В качестве шела я выбрал Fish. Он имеет сразу из коробки приятную подсветку. Хорошее автодополнение команд и не требует практически никакой настройки. Далее я разбиваю пространство терминала на три части. Сначала горизонтально, а потом нижняя часть еще на две половинки. В правой нижней части я пишу заметки или запускаю вспомогательные утилиты. Это информационная панель, которая часто помогает в работе. Левая нижняя часть предназначена для вывода команд и утилит. Ну а верхняя часть для запуска файлового менеджера. И кстати я хочу рассказать о трюке, который использую для передачи информации из верхнего окна в нижнее более подробно. Поэтому внимательно послушайте. Вероятно вы слышали, что в Linux есть такая вещь, которая называется псевдотерминальные устройства, которые связываются с шеллом при его запуске. То есть когда мы запускаем какой-то терминал или удаленную SSH сессию, мы одновременно с этой сессией связываем какой-то псевдотерминал. Ну и также в Linux есть возможность перенаправления данных с помощью специальных символов. И таким образом мы можем перенаправить вывод любой команды, запущенной в одном терминале, на вывод другого псевдотерминала, используя команды, которые вы видите на экране. Запомните этот трюк, потому что далее я буду его использовать. Ну что, давайте теперь запустим Ranger и немножко познакомим с его интерфейсом. Я для примера создам директорию DEVS, накидая небольшую программу на языке AC, просто для примера, чтобы была рыба для разговора. Кстати, обратите внимание, нет подсветки синтексисов превьюшки нашей программы. Это мы сейчас по-быстрому исправим. Слава богу, что опять же все проблемы в Linux можно исправлять с помощью командной строки, запуская и устанавливая нужные недостающие пакеты. Вот сейчас я прямо на ваших глазах доустановлю пакет для подсветки синтексиса различных документов. Здесь я не сразу вспомнил название пакета, но мне опять же помогло автодополнение, которое есть в фише. Это удобно, обратите внимание, что не помня точного названия, достаточно быстро нашел его. Окей, теперь появилась подсветка синтексиса и можно приступать к конфигурированию Ranger. Для этого введем команду, которую вы видите сейчас на экране. Я не буду забивать конфиг вручную, а просто покажу уже заранее сохраненные конфигурационные файлы. Первым делом я создаю короткую команду для запуска Ranger. И здесь нужно вспомнить тот трюк, который я показывал ранее. Все дело в том, что для того, чтобы перенаправлять вывод команд внутри Ranger в дополнительное окошко, я завожу переменную окружения, где записываю следующий за текущим терминал. Для этого я использую вот такую команду в скрипте, и именно поэтому мне нужна отдельная короткая команда для запуска Ranger. Ну и плюс это просто удобно. Далее я редактирую файл, который запускает терминал. Все дело в том, что мне нужно передать кое-какие параметры в запуск терминала. Это, во-первых, размер, который я подбираю специально вручную. Далее с помощью ключика "-b", я отключаю границы экрана, границы окна. Ну и с помощью ключика "-s", разбиваю экран в нужном мне порядке. Ну что, давайте теперь сконфигурируем Ranger. Для этого перейдем в папку с конфигурационными файлами и откроем файл rc.conf. Сюда мы добавляем ровно две строчки, связанные с запуском компиляции по сочетанию клавиш bb и bm. bb это компиляция с помощью gcc, а bm это запуск команды make. Очень удобно бывает их использовать. Дальше в файле rifle.conf, это подсистема запуска в Ranger, мы добавляем расширение .c и .out. То есть, когда мы щелкаем Enter на имя файла, мы в случае, если это c-шный файл, компилируем его, как показано на экране. А в случае, если это out файл, мы его запускаем, а вывод перенаправляем в наш терминал, который находится снизу. Дальше нужно скомпоновать все с радаром, для этого в файле scope.sh добавляем функцию, которая будет запускать радар в безмолвном режиме и перенаправлять результат запуска в зону превью. После произведенных настроек теперь можно быстро компилировать, запускать программу. Весь вывод виден в левой нижней части экрана, и кроме этого можно на других языках программирования создавать скрипты. Например, вот я сейчас создам скрипт на Python, что-то совсем простое. Запущу этот скрипт, и вы увидите, что вывод точно так же уходит в левую нижнюю часть экрана. Это удобно. Если теперь мы смотрим на двоичные файлы исполняемые, то в правой части отображается превью от радара, и это тоже удобно. Теперь можно быстро скомпилировать программу, посмотреть ее в дезассамблированное представление, и таким образом намного эффективнее самообучаться. Надеюсь, вам понравился этот сетап. С вами был Sawyer. До свидания.